Денис Капустин Денис Капустин Денис Капустин Денис Капустин Денис Капустин тренеры в ходе проекта ему выдаются вот эти вот специальные технологии на проекте они отрабатываются и на практике и человек находясь на таком питании на таких диетах он продолжает держать себя в форме это абсолютно не тяжело после проекта денис можете поделиться со мной с нашими зрителями несколькими такими устоявшимися мифами о похудении как худеть не надо ни в коем случае да что обычно происходит у человека когда он пытается похудеть то есть ему дают какую-то диету и за дня в день он съедает ограниченное количество белков жиров углеводов ограниченное количество калорий и естественно время от времени на такой диете очень сложно удержать себя и не сорваться чек срывается и затем мучаясь совестью мучаясь стыдом он начинает голодать и тем самым еще и усугубляет положение он замедляет обмен веществ и дальше когда он начинает есть еще больше жира у него откладывается в подкожной жировой клетчатки и то есть вот такой замкнутый круг он голодает не может не срываться начинает заедать стресс а потом начинает голодать он как раз и приводит к тому что человек очень быстро набирает после того как заканчивает диету очень сложно ему зачастую похудеть на такой диете но я сейчас рассказал схему наверно 80 90 процентов диет физические нагрузки тренировки лучше проводить утром вечером или днем в какое время это оптимально делать люди делятся на два типа на 2 и тренажерку до работы которые после но когда полезней половине так полезнее половине так то есть это зависит от склада центральной нервной системы каждого человека это очень легко выяснить в общем я правильно поняла что вы советуете нашим зрителям не заниматься самостоятельно худением лучше прийти к специалисту и выяснить какая диета оптимальная именно для конкретного да для организма и какой режим тренировок вернемся к проекту сколько будет участников сколько будет длиться проект мы планируем от 50 до 80 человек проект будет длиться два месяца и на проекте самая главная задача проекта это именно дать эти навыки там будет очень много семинаров там будет психологический тренинг там будет тренинг по питанию там будет семинар по тренировкам и он будет длиться два месяца из-за эти два месяца люди должны освоить эти диеты и попробовать их на практике и дальше они идут в большую жизнь уже имея этот эту теорию и практический опыт самостоятельные тренировки какие-то будут проходить для участников или да давайте прям поэтапно и что будет происходить да это будет четыре персональные тренировки с наставниками проекта за каждым участником будет закреплен наставник наставники это наши тренеры тренеры нашей сети хардкор джим они будут контролировать весь процесс они будут находиться в зале участники будут приходить кстати тренировки это очень важный момент но для похудения его нельзя назвать на самом деле принципиальным почему худеть можно без тренировок и я думаю ну то есть по заявкам которые мы уже получаем у нас будут такие участники чаще всего происходит нарушение режима сна то есть ложится надо рано ну в 10 максимум в пол одиннадцатого вечера и рано просыпаться это очень важно потому что когда у нас смещается хотя бы на несколько часов до спрашиваешь человека во сколько ты ложишься спать ну в два и ты уже понимаешь что ему приходится на 20-30 процентов урезать калорийность рациона то есть это очень важно то есть во время сна сжигаются калории правильный вовремя отходить ко сну благодаря этому у нас ускоряется обмен веществ ну можно сказать и так ну и вообще не болит потом голова в течение дня и как бы и выспался и не переспал и не недоспал и чувствуешь себя хорошо по личному опыту знаю возвращаясь к проекту я знаю что он барнауле проходит не впервые но это какая-то уже более новая версия да это проект он раньше назывался когда мы начинали сначала это был хардкор бикини project мы набирали как можно больше рекрутировали девушек из обычных домохозяек или студенток рекрутировали их в спортсменки потом когда он начал набирать популярность это стал не просто бикини project а хардкор project где участвовали все и мужчины уже и женщины и не только те кто хочет в дальнейшем выступать в бикини все вместе и вот так он постепенно превратился в такой трансформационный проект для всех в данном проекте что меня очень радует будет очень много пожилых людей а преимущественно мужчин или женщин все-таки больше приходят с целью похудеть ну конечно женщин в процентном соотношении я думаю 70 80 это будет девушки а что касается пожилых людей вы сказали там тоже существуют какие-то ограничения в занятиях спортом диеты и так далее безусловно существуют ограничения но наш проект он подразумевает вот именно работу с людьми у которых есть эти ограничения то есть в принципе для занятий правильных занятий физической культуры в частности в тренажерном зале ограничений не существует приходит человек и говорит а я после инфаркта или а я после инсульта мне можно заниматься конечно но только надо знать как именно для кого-то это легкий лфк для кого-то это просто умеренная нагрузка для того для кого-то определенный режим нагрузки или интенсивность поэтому в нашем проекте могут участвовать все но опять же под наблюдением специалистов ну и конечно последний вопрос будет ли какой-то соревновательный момент в проекте будут ли соревноваться между собой участники или все таки вопрос такая дружеская будет обстановка вот это один из самых важных моментов очень много людей стесняются говорят а там надо будет фотографироваться в начале и в конце и мы сделали так что никому обязательно фотографироваться не нужно но очень важно понимать что такие проекты они темы замечательны что человек приходит и говорит слушай а зачем мне идти на проект ты же у меня персональный тренер что этом буду делать ты же не так все расскажешь смысл в том что когда человек приходит и он знает что каждую неделю у нас будет собрание семинары каждую неделю у нас будет общий чат где все будут общаться делиться своими успехами или неудачами вот где будут поддерживать их наставники и так далее и когда человек понимает что через пять недель у них будет первое соревнование кто сколько потерял через девять недель у нас будет окончание проекта где будут подводиться основные итоги и он просто не может может прийти не может упасть лицом в грязь и это очень сильно подстегивает и мотивирует в общем то семьдесят восемь процентов за то чтобы пойти в проект это как раз именно это соревновательная часть который мотивирует людей у которых нет другого стимула сдерживать себя где-то ограничивать где-то больше тренироваться и так далее ну и наконец как можно поучаствовать проекте и если еще время у наших зрителей подать заявку да конечно время есть первое собрание у нас 16 января по адресу улица гебблера 33 б хардкор джим спортцентр эланс туда можно прийти там будет собрание и также можно написать в наш нашу группу в инстаграме хардкор джим барналу денис спасибо вам большое но у меня на этом все до встречи в эфире